Ксения, рада приветствовать вас на этом турнире. Скажите, как случилось ваше приглашение сюда? Сами выбрали или как обычно делают? Приглашают как вип-теннисистку? Нет, обычно ты выбираешь сам турнир, в которых ты хочешь участвовать. Просто удобно то, что турнир на Харде перед ЮСОПОНом и все-таки в своей стране. Плюс я ни разу не была здесь, слышала, что очень хороший город, поэтому решила сюда поехать. А что вы слышали, как хороший город? В каком плане? В плане спорта? В плане спорта, да, я слышала, что очень правительство старается развить спорт, очень много строится спортивных сооружений, плюс будет универсиады. Не в каждом городе такое у нас сейчас есть. И очень красивые объекты на самом деле. Успели посмотреть? Да, мы ехали, нам показали стадион, где Рубин играет, сказали, что сейчас будут строить новый, построили для Уникса, где играет Акбарс, то есть очень здорово, где играет Зенит, волейбол. Да, то есть очень много спортивных сооружений, на самом деле это очень радует, потому что в Москве на самом деле это проблема, допустим, такого теннисного центра. Я слышала, что здесь еще один есть, то есть такого у нас нет. Где же вы тренируетесь? Ну, я имею в виду таких масштабных сооружений. Ну, у вас, как я понимаю, несколько теннисных центров, наверное, в Москве, да? Нет, в Москве очень много кортов, кортов очень много, но вот именно, чтобы вот именно таких вот центров, где будет и тренажерный зал, и там вот всякое, такого нет. Угу, спорткомплекс, скажем так. Вопрос, который лично от себя хотел бы задать, вот из-за моей фамилии Абдулин, я, сами понимаете, первой фамилией, много натерпелся в школе и в институте, в университете. Вы со своей фамилией как-то, как сказать, не переживали по этому поводу, что была бы другая фамилия, попроще бы относились к жизни. Впервак должна быть первой всегда. Ну, вы знаете, как-то я не придавала даже этому значения, это же все зависит от внутреннего мира, чего человек сам хочет добиться, то есть не имеет значения, какая у него фамилия. Поэтому без разницы. Упомянули об универсиаде, вот наша участница, которая, к сожалению, здесь не снялась соревнования, Ксения Лыкина, участвовала на универсиаде, стала одной из ее героинь. С вашим номером рейтинга участие на, допустим, следующий универсиад будет не в Казани, 2013, а 2011 год летний. Возможно, ваше участие на этой самой универсиаде или, как бы, ваш уровень выше? Ну, все зависит от того, в какой срок она проходит, потому что, как бы, у нас есть свои турниры, которые мы должны играть. Вот, поэтому я не знаю, если это будет параллельно какому-то турниру, то, конечно же, я не смогу играть. Если у меня будет свободные две недели в этот период, то почему бы нет? Судя по вашей победе на Австралии Open, то есть вам именно это покрытие больше всего нравится? Ну, это просто, на самом деле, это единственный шлем в том году, который я играла, поэтому так получилось. На самом деле, я универсальный игрок, по большому счету, без разницы, на каком покрытии играть. Вы в прошлом году перешли из юниорского во взрослый, скажем так, теннис? Нет, я перешла раньше, но просто у нас существует такой закон, что пока тебе нет 18 лет, ты не имеешь права играть больше скольких-то там турниров. То есть с каждым годом количество турниров увеличивается, но пока тебе 15-16 лет, тебе просто не имеет смысла играть, потому что за то количество турниров ты не наберешь нужных очков. Во многих видах спорта как раз пугают тем, что это очень сложный переход из детского, потом юношеского спорта в профессиональный. Что вы можете сказать об этом переходе в теннисе, который вы практически совершили только-только? Ну, я, наверное, тоже так считаю, потому что все-таки юниорский теннис, ну, нельзя сказать, что, конечно, теннис для души, для развлечения, но все-таки это не твоя работа, ты не получаешь ни денег, как бы ничего, только очки. Взрослый теннис – это твоя работа, ты зарабатываешь этим, поэтому совершенно разная мотивация, наверное, у игроков, так сказать, женщин, которым там по 25 лет, и девушкам, которым лет по 17. Ну, вот в этом, наверное, самая большая разница. И последний вопрос. Всегда, ну, частенько, во всяком случае, молодые спортсмены ставят себе какой-то определенный цель, какой-то рубеж, там, стать первым, пойти в десятку, в 50 лучших. Вы сейчас практически замыкаете первую сотню. Вот, это, скажем так, был рубеж, который вы намечали на вот данное время, или вы чуть-чуть опережаете свои графики, или жизнь как дается, так и идет сама по себе? Ну, дело в том, что у меня было очень много травм, я долго не играла, и, ну, как сказать, надо делать все шаг за шагом, как бы, все время ставить себе какие-то цели, добиваться, ставить другую, вот так вот. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо.